Продолжение следует... 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 А если таковых нет, то надо, чтобы они были. Я вот так велю себя нарисовать. Генгель ищет талантных. Извините. Да. Что еще? Что, господин Бах? Не найдется ли у вас там Терпского-Франконского? Терпского. Терпского. Пожалуйста. Только не слишком Терпского. Пожалуйста. Только не слишком Терпского. Пожалуйста. Но Франконского. Пожалуйста. Цепился в мантию, а это я-то. Пал перед королем на колени, гонялся за ним на лодке. Это я-то. Да, да, я все это делал. И много еще чего. Искусство. Искусство ради. Потому что искусство нуждается во власти. Так же, как и власть нуждается в искусстве. Только она об этом понятия не имеет. Я имею в виду власть. Так надо ей это сказать. Надо кричать ей об этом. Орать в самое ухо, чтобы она это поняла. Да, вот ваше франконское. Да. Ваше франконское. Ваше франконское. Так я не понимаю, оно мое или оно ваше? Оно ваше. Ваше франконе. Изящное жена. Однако, с землистым привкусом и по букету, и по букету несколько мужиковатый, можно сказать. Да. Но ведь не очень терпское. Вино 42-го года было лучше, но и 43-го годится. За ваше гостеприимство, господин Гендерс. За ваше здоровье. Мое здоровье, мое здоровье. Кто-нибудь думает об этом? И меньше всего я сам. Мое дело искусство? Да. Мое здоровье. И ради него надо делать все. Ну. Нет, нет. Надо делать все, господин Багерс. Вот тут вы, мне кажется, хватили через край. А я всегда преувеличивал. Во всем. В еде. В деньгах. Самим собой. Но я не знал никакой меры. Это в игре. В игре с властью. Я заключал власть в объятиях своим искусством. Я поплащал ее. В бесконечное. В страстных объятиях. Мы дезумствовались с ней. На ложе. Имя которому искусство. Это далось мне нелегко. Мне. Королю музыки. И там же были эти настоящие короли. Эти олуки. От которых всегда разит пиво. Но первый стал мне другом. Второй становится. С третьим я тоже как-нибудь справлюсь. Без связи это дело нужное. Да, но самый отвратительный олуха. Не так ужасен. Да, как этот, с позволения сказать, бог, публика. Вот это истинная власть. Единственная, единственная, перед которой ты вынужден припитать всю свою жизнь. Кошмар. Это же варвары. Варвары абсолютные. Вот сидит перед тобой свора. Свора, свора. Она хочет мяса. Хочет. И она получает его. Ты сам это мясо, которое швыряют этой своре. И остается только один вопрос. Сожрет или не сожрет. Абсолютно ужасный страх. Аккуратительно. Страх. Страх от представления к представлению. Нельзя показать. Выбить этот страх. Потому что свора только и ждет. Этого и вот вступаешь в борьбу. Побеждаешь. Правда. Трюк. Тебе подбегают статую. Из карарского мрамора на берегу Терпы. При жизни чувствуешь себя легко, холодно. До следующего спектакля. До сущей. Аккуратно. Мы проститутки. Господи. Мы подкладываем себя к клиенту. И если нас никто не хочет, то конец погибель. Все кончено. И опять. Снова. Канаву. Следующее представление. Вот это мне было всегда как-то ни к чему. Да, поэтому-то вы всего-навсего кантор, школа, святого. Да, как-никак. Скромный кантор. Да. Как-никак. 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 Скромный кантор. Москвоязык был великолепен. Ага. Просто великолепен. Ага. А теперь. А теперь. А теперь позвольте мне. А теперь позвольте мне. Да. Раскурить трубочку. Ну, конечно. Единственная роскошь кантора святого Фомы. Эх. Неправильно. А, это вот так. Да. А все равно надо, что-то надо переодеваться. Да. Раскурить трубочку. Для этого ему канцеру святого Фомы. Не надо цепляться за мантию. Не надо там гоняться за каким-то олухом, от которого разит пилом. Моя музыка принадлежит только мне. И где же ее исполняют? Здесь, господин. О, не слишком ли скромная сценическая площадка? Зато хорошо посещается. Я сижу за органом школы святого Фомы. Где-то далеко жмят дети. Жена напевает свою славную песенку. Я могу играть и быть счастливым со своим каноном, с маленькой арией. о, какое это небесное удовольствие. А вы когда-нибудь время от времени хотя бы играйте так для себя, господин Кендель, удовольствие рано. А, ну, я не ребенок. А я иногда могу им быть. Я вижу, я вижу. И никто меня не рисуется с винной брылой. Ха-ха. Людям все равно, что я ем. Кто я такой? Иногда им не нравится моя музыка даже вне всякой связи с политикой. Горовая история мной не интересуется. Я в такой же малой степени всемирной истории. Мои враги это только мои щиты. Если мне надо на убежище от них, то я выпрашиваю титул курфюрска. это не мой друг, друзей, я выбираю себе сам. И среди них нет ни одного полоха, от коего раздеть пиво. я не безумствую ни на каком ложе, никому себя не подсовываю. Вместо этого я сижу за органом церкви святого фомы. Передо мной проходят сцены из моих страстей. А Матвею я все вижу перед собой. Храл, бьет Белороза путь на Голгофу. Слышу, как они кричат «Ассанна, распли его!» Я среди них на полоха. Пусть даже и безотносительно низкого гонорара. Денег это не приносит не пренинга, господин Генгер. Знаете, сколько я получил за свои страсти по Матвею? Ничего. Роман, что там? Ничего! Потому что вы гилетант, господин Баб. я не то хотел сказать. Вы не гилетант, вы талант, гений. Простите меня, пожалуйста. может быть, вы желаете трубочку... Давай, вы прощаете меня? Не так. это не так плохо, господин Генгер. Ректор школы в предсветке святого фомы, так тот называет меня Пескун. Трактир. Меня тоже. Наш ректор? Все. Недавно Пескун трактирный. Тут гоняешься за успехом, выжимаешь копейку из каждой ноты, чтобы разбогатееть и стать богаче, чем когда бы ты ни был твой отец. Трудишься в поте лица. Работаешь, работаешь день и ночь. Глаза отказываются видеть, слепнешь и все равно остаешься. Вон. Музыкантишка. Скоро ли принесут следующее блюдо? Я не хочу есть. Я хочу. Итак, ваши предки родом из богемии? Да. Они переселились для суда очень давно, 200 лет тому назад. Мои тоже. Ну, оттуда вышло множество прекрасных музыкантов. трактирных пескунов. Веселенькая профессия. Я всегда восхищался вами, господин Бах. Мною? Я знаю все ваши сочинения, почти каждую ноту. Ваши гениальные дольтеровские вариации. Вы их уже знаете. Я их часто играю для успокоения и вашу танцевальную музыку, чтобы повеселиться. Я никогда не писал танцевальные музыки. гениальная танцевальная музыка. Драга. Бранденбургские концерты и мальчишеские шансы. А, ваши концерты, клавирные партитуры. Ты в самом деле многое знаете. Ваши страсти по Матфею эти невообразимые страсти. Вы когда-нибудь станете святым у нас на родине? Я кое-что знаю из вашей Альмирши. Пятым евангелистом, а я Вечавин Брюц чаровательное чудовище светский. Человек, человек этого света так будут говорить обо мне на том свете. И тем не менее я писал мессию. Ну как? Как вам парангольское? Годится. Годится. Вы не боитесь того света? Да, собственно говоря, и этого тоже. А вы не боитесь ослепнуть? Нет, не боюсь. Я ослепну. И вас нет никакого страха? Перед чем? Ну как перед чем? Одиночество, полное одиночество. Со мною моя семья. Не видеть своей жены? Я храню ее образ. мрак, полный мрак, безмолвие. Дети делают достаточно шума и гамма. Лишиться своей работы. У меня ее в жизни было недостаточно. В своей композиторской келье где-то напевает песенку жена. Где-то вдалеке шумят дети. А я старый слепой старик сижу в своем слишком просторном доме. Иногда Шмидт хлопает дверьми, а остальные проходят мимо ни успехов, ни поражений, ни театра. Все кончено. Тишина и безмолвие ни жены, ни деть. Об этом нужно было позаботиться в свое время. ха, баба-баба-буд, господин Гамбер. Вы едете со мной в Лондон? В моем доме место предостаточно. Я должен буду переписывать ваши ноты. Для этого звати Шмидта мы будем помогать друг другу, беседовать друг с другом, быть может сочинять вместе. И со мной уже было такое с этим итальянцем Бананчини. Он писал один акт, я с другой. Пьеска была дрянь, но сенсации в каще полно денег. Так, один Генгель. Но для начала я вам привью здоровую коммерческую жилку. Написать страсти по Матфею и не заработать на этом. Ни гроша, ну это же позор. Искусство не может мириться с таким позором. Господин Генгель. Для начала вы напишите ораторию. В выборе сюжета вам надо быть осторожным. Сюжет не должен быть слишком христианским, иначе евреи не пойдут. И с моралью не надо очень налегать на мораль, иначе не пойдут дамы. Господин Генгель. Но превыше всего это торговля нотами. Это приносит наивысший доход. Я познакомлю вас с своим издателем. Ну, мошенник, как все издатели, но честный мошенник. Не хитрая лиса, как эти немецкие издатели. Ну так что? Что по рукам? Вы что, уже ослепли? Поздно, господин Генгель. Да, никогда не бывает. Получи я такое предложение 20 лет назад, и я бы пошел к вам в переписчики ваших нот. Ну так стало быть, стало быть. Если бы мы с вами познакомились раньше тогда... Но вы же не познакомились. Но мы могли познакомиться. Да нет, я не так часто бывал на родине. Ну, достаточно часто. 17 лет тому назад вы приехали в Галле. Я послал к вам одного из своих сыновей, чтобы попросить вас побеседовать с вами. Вы были заняты. Ну, как раз умерла моя мать. Ну что? Извините, 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 пожалуйста, извините меня. А 24 года тому я... О, я носился тогда по всей Европе. На Германию у меня было несколько часов. Еще раньше, еще что-то году, в 1716-м, вы приехали в Германию уже всемирно известным господином Гендель. Господин Гендель всемирно известный. Господин Гендель с успехом, как с наследственной арендой в чемодане. Увидеть вас тогда хоть на минуту. Поговорить с вами хоть пару слов. Ну, так почему же вы это не сделали? А? Вы были заняты. Не знаю, не знаю. Я... Ну, тогда, значит, это что-то было, что-то случилось. Подождите, что-то случилось. Умер ваш отец. Нет. Родная сестра. Нет, 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 нет. Любимая тетушка. Нет, нет, ну, что-то было, что-то случилось. Подождите, что-то случилось. Ничего не случилось. Ничего. Просто-напросто господин Бах. Бах. Жалкий. Тротирный. Бескубный. У меня никогда нет времени. У меня никогда не было времени. Сегодня вечером нашлось. Да и сегодня нет. Я уж давно должен быть в Дрездене. А вы тут. Я тут. Нашли время пригласить, отобедать жал, жалкого, скромного, скромного кантура церкви святого Фомы. Почему нам так долго не несут жаркое? Такое жаркое. Есть паштет из дичи. А к нему крепкая такая изглядит листья. Я... Я хотел увидеть. Я должен был увидеть. Я должен был понять, почему такой гений, гений, как вы, почти превосходящий мой. Я прошу вас, господин Геннер. Да, 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 да. Почему такой гений, как вы, ну, не имеет решительно никакого успеха. Я только сейчас получил снова заказ от прусского храма. Ой, осередитесь его, он платит сущую ерунду. Ну что ж, так и быть, так уж и быть, принесу ему музыкальную жертву. Типичный бах. Не позвонить ли нам насчет Жаркова? Бах. Бах. А, сейчас принесу. Я испытывал страшно все это время передо мной, перед вашим именем, перед именем Бах. А что ж в нем такого ужасного? Слишком распространенной здесь, у нас, на роде. Да, у нас большая семья. Огромная. Ну, а знаешь, что ж тут поделаешь. Да, да, как музыкантов, что не бах, то музыкант. Да, мы очень музыкант. Да, что не музыкант, то бах. Бах, 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 бах. Только отец, который хотел палкой вылить из меня мои музыкальные бредни, а здесь, на родине, около каждого органа, сидел бах. Бах. Достаточно было иметь эту фамилию, чтобы стать музыкантом, и я стал молиться по ночам. О, если б я тоже был бахом, а была ваша молитва. И как хорошо этим бахом мысль сия не выходила у меня из головы. Ни богатых родителей, ни дома, утопающего в роскоши, ни вечный приказ отца, ты будешь только юристом. Я бы с радостью им стал. Только музыка. Вот их жизнь. Вечная музыка, музыка. И нужда. Что? Мы были бедны, господин Гендаль, да я, я и сейчас беден. Внаружи нищ, а внутри смеркающий. И от вас рассуждение богача. Да, я не был беден, но я не был бахом, но я ведь стал стать музыкантом. Я, Георг Фридрис Кендаль, но куда ни кинь, везде бас, бас. И я бежал на чужбину, туда, где не каждый музыкант зовется баном. И под облачную бычь, куда ни залетит ни один бах. Моя музыка становилась все громче и громче, чтобы заглушить это имя. Ничто не должно было напоминать мне о нем. Приезжая иногда на родину, я высылал вперед тайного агента. Только чтобы, не дай бог, встретиться с вами, я был доступен для каждого, но только не для человека. С именем Бах я вычеркивал это имя из списка моих визитеров Чёрными, жирными чернилами, а сам по ночам вдаль рассматривал ваши сочинения. Ваши генеальные сочинения, каждую, каждую ноту. Я опять молил, молил Господа, почему я не бах. Это имя невозможно было вытравить мне из тебя. Призрак, призрак. Страшнее не бывает. Я думал, он будет преследовать меня. До самого гроба. Ну вот, призрак рассеивается, как дым, и за место него живой человек, господин Бах. Бах. Ни манер, ни успеха. Единственный комзол на выход, да и то дважды перелицован. Вот сей образ я и унесу с собою в могилу. И если там ваше имя будет стучать мне в виски, я буду видеть перед собой вас. Бас, бас. Бас. Бедолагу. Бедолагу, который съел за моим столом первый и в последний раз морского язычка скромного кантора, Школы при церкви святого хамы. Этим вы и приехали, гуляйте. И теперь, теперь молитва моя такова. Благодарю тебя, господи, что я, что я Гендаль, Гендаль! Георг Придрих, Гендаль, только и всего. Но всемирно знаменито. Об этом я тоже часто молил, господа бога. Что? О, если бы я был знаменитым Гендаль. Вы об этом молили бога, который преклоняет олени перед королем? Ниже, господин Гендаль, ниже. Господин Бах. Я тоже знаю всю вашу музыку. Каждую ноту, от которой там, где-то лопаются барабанные перепонки. Но вы невысоко ее ставите, я знаю. Альмиром быть может. Она весьма милая, ее можно было с успехом использовать для моих страстей по матерям. Ну, вы это и сделали. Но вы же говорили, что восхищаетесь мной. Вашим успехом. Но вы хотели встретиться со мной, беседовать со мной. Меня разбирало любопытство. Я хотел видеть. Я хотел... Я должен был видеть. Я... Я должен был, наконец... Наконец... Понять. Отчего? Отчего? Такая... Посредственность. Как вы... Имеет такой... Ошламляющий... Успех. Господин... Хоть один раз в жизнь... В жизнь... Испытать такой успех. Как вы... Заполучить... В титул короля музыки. Однажды сжать свою... В своих объятиях власти... И блаженствовать с нею... В ее объятиях... Безумствовать на ложь... Именуем... Именуем им успех... Господин... Господин... Однажды быть брошенным... На сведения публики... И слышать ее ликующий... Крик... Слава дорогому... Слава дорогому... Саксонцу Баху! Слава дорогу... Поуприть... Это... Это... Сисьмузверятый звори... Хоть один раз... Такой успех... Успех... С такой отвратительной... Ах! Где моя водка, вот я сижу в своем, с позволения сказать, композиторском кабинете церкви цветов. А мы, в доме сплошной грохот, дети оружие нас постоянно заводят. Одну и ту же песню, деньги, деньги, деньги. Я затыкаю уши, бегу, бегу, бегу в свои смешные игры. За ваши пени, а мои страсти по масте исполняются только здесь, только здесь. Неизменно здесь вашу же музыку играет весь мир за мою музыку. Вон, вон половин судьбы Гентель гвоздем засела у меня в голове, и как хорошо ему живется. Какой покой ни жены, ни детей, если бы суждено ослепнуть подобно мне. Если он и ослепнет, так он повидал весь мир, а я ничего. Скромный канцер церкви святого Фомы, значительно более мощный, чем он. Водки! Неужели вы завидуете мне? Кто? 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 Вздохните, глупый, поднял! Вдохните, руки, поднял! Я открою отзыву! Это лучший комплимент! За всю мою жизнь! За всю мою жизнь! Ух! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжим прапезу! ДимаTorzok 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 Я привык к труду, это мне не затрудни. Слишком много успеха. Слишком много денег. Слишком много славы Шмидт прав. Я чудовище. Это видно по моей музыке. Она пользуется успехом. Но она не такая уже и плохая. Может быть, чрезмерно громкая. Ну вот в Мессии положительно нет. Именно в Мессии положительно, да. Но мне в вашей музыке тоже далеко не все нравится. А мне нельзя сказать, что она чрезмерно громкая. А моей тоже нельзя сказать. Все непременно. Вот так может сказать только мой враг. Вы опять волнуетесь, это вам нельзя. Нельзя. Ух, не так. Какая красота. Хочу шампанское. Настоящее шампанское. Это мой любимый напиток. Ой, мы тоже. Я пью его каждый день. А я не знаю. Мой бедный, но благочестивый человек, да. Это за мной останется навсегда. Бедный, но благочестивый господин Бах. Это видно по его музыке. А то, как я думал, шампанское будут рассказывать еще тогда, когда мои оперы уже будут грызть мыши. Нет, впрочем, я писал и танцевальную музыку. Ну, а я написал миссию. Но поклонников это не интересует. Избави нас Бог от наших поклонников. Ну, ничего дурного они ведь и не хотят. Вот это-то и плохо. Мой мессия? Я бы не дурно. Ну, так нельзя ли немного громче? И так достаточно громко. Нет, ну так музыки не слышно. Ну, дайте-ка я сыграю. Вот как это должно звучать. Моя партиста. Желестно. Чуточку потише, пожалуйста. Так слышно не будет. Кто хочет, тот тут выезжает. КОНЕЦ Ах, боже мой, какой чудесной музыкой наполнился мир. Если бы приняли нас обои. Но каждый слышит то, что хочет слышать. Или пахнет легендами, или гендами, или... И все, кто любит Кантора Святого Фомы, Будут ненавидеть чудовище. А кто восхищается чудовищем, Ведь чертами поймут в музыке Кантора. И будут всегда говорить, Вот тот другой. Это истинный день. Вовек другой. Навеки вечные. Вечность. Вечность. Делает нас врагами. За нашу вражду, Господин Бах. Я умоляю вас, господин Бендер. Меня зовут... Умоляю вас. Георг Фридрих. Что-что, простите? Я говорю, что меня зовут Георг Фридрих. А? Меня Георган Себастьян. Если мы суждено нам быть и враждовать вечностью, Надо хотя бы вредности, Вредности подать друг другу руки. Своё здоровье для гад Себастьян. Господин Бендер. Эх... Георг Фридрих. Георг Фридрих, Я бы тоже тебе немножечко не гудил. О-о-о! Господин Баб. Георган Себастьян. О! Настоящая шалпанская! Ура! Мокалы наполнены чудеснейшей музыкой. Так когда-то говорили обо мне и по ночине. О, прекрасный композитор. Да, но посредственный. Прекрасный. Но наша дуэль с ними была очень интересна. О, вы тогда, вы тогда на дуэлях сражались на дуэлях. Ну, Георган Себастьян. А ты тогда сражался на дуэлях? Ну, посредство мод. Ах, если бы нам сейчас с тобой сразиться на дуэлях. Ну, нет. Ну, пускай нашим оружием... Пускай нашим оружием будут оперы. Я не пишу оперы. Да это очень просто, как пить. Любишь шмакок. Умирает пино. Финалик может. Ну, так... Да. Блять-таки нет оперного театра. Твои оперы будут исполняться в Лондоне, Париже, в Венеции. Ну, после моих оперов. Ах... Ну, я право не знаю. Ну... Искусство — это борьба, коммерция — это поединок. А для начала я поставлю твои страсти по Маккею. В Лондоне! Сюжет слишком христианский, евреи не выйдут. Пойдут. Да, и морали многовато. Тамский полк будет недоволен. Ну ничего, авось сойдет. Я вставлю туда королевских. Ким! О, ну если ты считаешь душево, если ты находишь. А я здесь исполню твоего мессию. В церкви святого помы? Или царь в Галле? В Галле. Что с тобой? На моей родине. Ну правда он немножечко светкий, чересчур оперный. Твой бокал, Иоганн Себастьян. Спасибо, Георгий Фринитрик. Себастьян. Спасибо. Спасибо. О, ба-ба-ба! О, геродя! Себастьян, как жаль, что наша встреча была невозможна! Она была невозможной, Георг Фридыч! Звёздный час! Его не будет! Какая жалость! Печально, что здесь не будет исключения! Исполнен мой Мессия! А в Лондоне не поставят моих страстей по Матфею! Самая чувственная, самая театральная вещь, какую я знаю! У тебя хороший вкус! Замечательно! Знаешь, здесь, после первого Аллилуйя, ты стал бы святым! Евангелистом! Шестым! Шестым! Евангелистом! Шестым! Я согласен! Сколько? Аллилуйя! 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 wee? Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты.